Евроспорт России Евроспорт России Евроспорт России Евроспорт России Евроспорт России Евроспорт России Начинается знаменитая параполика, которая получила название по аналогии с итальянской трассой в Монце. Разгоняемся до четвертой, пятой передачи. И очень сложный поворот, правый заключительный. Один из заключительных поворотов, который выводит на прямую старт финиша. Здесь очень много обгонов происходит. Его проходят на второй передаче. И затем прямая старта финиша, где мы разгоняемся до шестой передачи, говорит Харди Джанэ, который прокатил нас по трассе Рикардо Торма в Испании. Ну а сейчас рассказ о первой гонке. Фарфус и Торквини, пилот заводской Альфы, стартуют с первой позиции на решетке. Джованарди и Приоль, пилот заводской Альфы и БМВ. Франк Диффенбахер и Лука Рангони, пятое и шестое место, третий ряд на решетке. Мюллер и Гарсия, два автомобиля БМВ 320 и... Пятый ряд Тавана и Жене, одна из Альф частной команды, и Селля Толеда Купра заводской. Рикард Райдал и Йорк Мюллер, обратите внимание, лидер чемпионата только на двенадцатой позиции. Бартьян и Алекс Занарди, тринадцатые и четырнадцатые места, седьмой ряд на решетке. Восьмой ряд Тим Каранел и Бальцан, БМВ 320 и Хонда Севик ТПР. Девятый ряд Каленке и Хэррисон, Форд Фокус и Хонда Севик. Как Ян Магнусен и Стефана Дастая. Ян Магнусен, обратите внимание, выступает на автомобиле Пежо 307. Дебют нынешний в сезоне этой машины состоялся Руоканян и Розенблат. Двенадцатый ряд Звард и Горунер. Выступают они на БМВ 320 и автомобиле Форд Фокус. Вот сейчас мы видим участников предстоящей гонки на стартовой решетке. Но по ходу заезда мы еще вернемся к тем драматическим событиям, которые произошли буквально накануне старта второго суперрейсинга. Я имею ввиду то, что по решению судей на Августа Фарфуса результат его на предыдущем этапе на гоночной трассе в Монце была наложена пенализация, причем в 10 минут. Это колоссальный штраф, который выбил Августа Фарфуса вообще из очковой зоны. И в результате Августа, который лидировал, остался без очков после первого этапа в Монце, теперь новый лидер Йорк Мюллер. Но Августа Фарфус, так же как в Монце на предыдущем этапе, и здесь выиграл пол. И мы видим, что невольно помогли ему, предотвратив атаку пилота БМВ Энди Приоля. Мы сейчас как раз видели репортаж из машины Энди Приоля. Она идет под 11 номером. Августа Фарфус возглавляет пилотон. Мы видим, что какие-то проблемы начинают испытывать 23 номер. И идет на четвертой позиции Энди Приоль. С пола, напомню, еще раз стартовал Августа Фарфус. Его сейчас преследует Фабрицо Джованарди. И на третьем месте действующий европейский чемпион Габриэля Тарквини. Вся первая тройка выступает на автомобиле Хальфа Ромео 156 заводской подготовки. Но полностью команда называется Автодельта Сквадро Корсе. И выступает, мне еще раз напомню, Габриэля Тарквини. Первый номер Фабрицо Джованарди. Шестикратный в прошлом победитель таких состязаний. И по третьим номерам Августа Фарфус из Бразилии. 21 год этому парню. И посмотрите, второй старт с пола. Напомню, что в Монце он выиграл гонку в первом заезде. Затем, опередив, кстати сказать, и Джованарди и Габриэля Тарквини. Во второй гонке он пришел на финиш третьим. Уступив только Юргу Мюллеру и Энди Приолю. Но по сумме двух заездов занимал первое место. И вот пришло такое довольно путанное известие, что на автомобиле Августа Фарфуса во время технической проверки, технического контроля после финиша в Монце были обнаружены некие несоответствия техническому регламенту. Но и после того, как доложили судьи, представители технического комитета в Париж, где базируется Международная Федерация Автомобильного Спорта, вот там было принято окончательное решение наказать штрафом Августа Фарфуса из-за того, что на его автомобиле Альфа узлы и места крепления рычагов элементов подвески не соответствовали серийным автомобилям, автомобилям серийных образцов. Но Моника Сипт сказала, что мы не будем какие-то апелляции подавать. И, конечно, это не преднамеренная ошибка. А вот во время подготовки автомобиля, мы же три машины готовим, оставалось перед стартом сезона мало времени. Ну, такое несколько обвинений проявившегося школьника. И вот не досмотрели, вот не там сделали. Ну, конечно, человек, который знаком с техникой, с трудом поверит. Вот в такие версии, как вы сами понимаете, проверялись автомобили не только Августа Фарфуса, но и автомобили двух других пилотов из команды Альфа Ромео Джованарди, который сейчас идет вторым от Арквини. Ну, и почему-то только на машине Фарфуса были обнаружены такие недочеты. Что это? Может быть, попытка на машине Августа отрепетировать какие-то технические инновации к будущему? Пытались опробовать. Я думаю, что от Августа мало кто ожидал той прыти, которую он подемонстрировал на первом этапе состязаний. Но Августа Фарфус вообще удивительный человек, ведь он начинал свою гоночную карьеру с картинга, ну, классической ситуации. Но самое главное, что Фарфус впервые выступает вот в таком кузовном кольцевом состязании, да еще столь престижном, как европейское кузовное кольцо. Вообще он человек, так сказать, в формульной подготовке. Вот почему его великолепное, очень зрелое, тактически грамотное выступление на первом этапе в Монце не могло не заставить восхищаться его мастерством. Йорк Мюллер, как я уже сказал, сейчас является лидером чемпионата. Мы видели, как убирают Сеат Рикварда Риддала, шведского гонщика, который выступал на автомобиле Вольво С40. Но после того, как шведская фирма перестала оказывать деятельную, существенную поддержку, сейчас выступает в команде Сеат. И вот атака, и мы видим прорыв второго номера Фабрицо Джованарди, который провел целый сезон прошлый в команде BMW. В общем, результат был у него очень невыразительным. Практически мы не видели на подиуме в прошлом шестикратного победителя этих состязаний. И вот он возвращается в родную команду, команду Альфа Ромео, с которым, собственно говоря, и связаны его многочисленные победы в кузовном кольце. Как вы видите, Августа Фарфус сейчас на третьей позиции. Видите, он пропускал Фабрицо Джованарди. Вот этой ситуацией обгона одновременно воспользовался глазами Энди Преоли. Мы видим, воспользовался и Тарквини. Вот так вот он оттеснил, надо сказать, корректно. Вели себя ветераны кузовного кольца с Августа Фарфусом. Но в предыдущем этапе Августа переиграл обоих итальянцев. Но и, надо сказать, что, похоже, не ожидали этого даже в команде Альфа, в том числе и Моника Сипс, которая выглядела весьма и весьма озадаченной. Когда именно Августа Фарфус вырвался в лидеры европейского чемпионата по кузовному кольцу. Ну, я уже говорил о том, что, к сожалению, очки полученные первой гонки в Монце были практически аннулированы. Джованарди продолжает лидировать. Вслед за ним Тарквини, Фарфус. Энди Преоль показывает лучший результат среди пилотов БМВ. Мы вновь возвращаемся в Валенсию, в Испанию. По-прежнему лидирует уже несколько кругов второй номер. Джованарди. Но действующий европейский чемпион выходит вперед. Это Габриэль Тарквини. Он выступает по заслугам под первым номером. Вы видели, как занимает он умело внутреннюю траекторию. И корректно, пользуясь тем, что машина Фабрица Джованарди немножечко заскользила наружу в боковом направлении, протиснулся вперед. Августа Фарфус пока занимает третье место. Неожиданную победу одержал уже в первой гонке сезона Августа Фарфус. Немало он озадачил, я думаю, руководителей команды. Но мы видим, что еще один автомобиль Хонда терпит неудачу. Остановился на обочине. Но, к счастью, гонка не останавливается. И по-прежнему лидирует Тарквини. Ну, конечно, Фарфус навел настоящий переполох. Не только в чемпионате. Но, я думаю, внутри гоночной команды заводской Альфа Ромео. Потому что, могу предположить, конечно, только очень такой складный план. Рисовался воображением Моники Сипт, что два ветерана будут сражаться за победу в европейском чемпионате. И талантливый молодой парень из Бразилии будет многому по ходу сезона у них учиться. А вот затем, где-то ближе к последним этапам, не дай бог, опять будут сильные пилоты БМВ. И его можно будет попросить, чтобы он кого-нибудь из них придержал. Таким образом, я предполагаю, что Августа Фарфусу была уготовлена даже роль не второго, а третьего номера. Ведь вот два именитых пилота выступают в команде Альфа Ромео. И молодой бразилица, кстати говоря, ему 3 сентября нынешнего года всего 22 годика исполнится. Он все это прекрасно понимал. Единственный путь к успеху для Августа Фарфуса заключался в том, чтобы, я думаю, заявить о себе, что вовсе не следует его принимать за второго и тем более третьего номера, что он вполне способен бороться за победы на этапах, да, и чемпионате в целом. Как я уже сказал, карьера Августа Фарфуса складывалась вполне традиционно для пилота кольцевика. Ну, я уже говорил о том, что он в Бразилии выступал в соревнованиях по картингу. И вообще он потом стал заниматься формульным спортом. Ну, достаточно сказать, что он в формуле А в картинке выиграл итальянский чемпионат и зимний кубок. И с карта на формулу он пересел достаточно поздно. В 2000 году был в 12-м в чемпионате итальянском формулы Рено. 21-м был в формуле Еврокубка Рено. Но затем в 2001 году победил в итальянской формуле Рено в национальном чемпионате. Год спустя он был в девятом в формуле 3000 Евросерии. И в прошлом году стал победителем Евросерии на автомобилях международной формулы 3000, одержав 4 победы на этапах этой престижной серии гоночной. Но вот представляя его и говоря, что это скорее формульный, чем человек, связанный как-то с кузовным кольцом, ведь фактически Фарфус дебютирует в классе Туринг и вообще в кузовных состязаниях, я не сказал еще интересную одну особенность, что вообще-то начинал свои занятия спортом Августа, занимаясь мотокроссом. И, кстати говоря, будучи еще совсем юным, когда Августа Фарфусу было всего-навсего 8 лет, он был победителем чемпионата по кроссу в стандартном классе минимото, где вот такие же ребятишки стартовали. И стал чемпионом по минимото в свободном классе. Но вот уже год спустя, в 92-м году, он тем не менее, будучи еще совсем мальчишкой, изменил свою судьбу и попросил родителей, потому что ему захотелось заниматься состязаниями по картингу. Он оставил мотокросс, хотя какие-то предпосылки у него явно были для того, чтобы стать и удачливым мотокроссменом. Но как бы то ни было, Августа Фарфус уже, как говорится, заявил о себе в полный голос, и мы, конечно, будем следить за его выступлениями в Европейском чемпионате. Из автомобиля Дирка Мюллера, команда BMW Deutschland, ведется сейчас репортаж. Дирка Мюллер обогнал в квалификации своего соперника и товарища по команде Йорга Мюллер. Но не будем забывать, что Мюллер несет целых 40 килограммов дополнительного балласта на своем BMW. Мы вновь возвращаемся в Испанию на гоночную трассу Валенсия. Торквини, Джованарди, Фарфус, Приоль, Мюллер, Йорк Мюллер, Гарсия и Тавана. Вот первая восьмерка, которая укладывается пока в 21 секунду. Ну что ж, лидируют все три пилота команды Автодельта с Кавадро Корсе. Но соперникам из BMW Йоргу Мюллеру, Энди Приолю и Дирку Мюллеру сейчас не позавидуешь. Дело в том, что Йорк Мюллер после того, как был наружен штраф 10-минутный на время итальянской гонки первого этапа Августа Фарфуса, лишился очков. Лидер чемпионата Мюллер заполучил максимальное количество балласта 40 килограммов. 35 килограмм на машине Дирка Мюллера и 25 килограммов на автомобиле Энди Приоли. Ну вот Энди Приоли сейчас еще как-то борется. Он на четвертой позиции. Вот видите, проскочил бельный BMW. Но Йорк Мюллер, я думаю, может претендовать, тем не менее, на достаточно высокое место. Ситуация в том, что пилоты Альфа Ромау, я имею в виду Торквини и Джованарди, на предыдущем этапе во втором заезде устроили настоящую корриду. Торквини, ну уж не знаю, видимо, сдали нервы, поскольку оба именитых итальянца, в общем, как бы позабыли на время про Августа Фарфуса, и, по-моему, решили выяснить, кто из них самый главный чемпион. Ну, Торквини действующий, кстати, когда-то перед тем, как отправиться в Великобританию для того, чтобы выступить в чемпионате ПТСС, где он, кстати говоря, на островах Туманного Альпиона, весьма популярная личность. Вот они выясняли отношения между собой. Да, Торквини так ударил в бок автомобиля своего соперника, чтобы они потеряли контроль над своими Альфами и вылетели с трассы. И это открыло путь во втором заезде к третьему месту для Августа Фарфуса, который, как победитель первой гонки, стартовал с восьмой позиции на решетке. Вот этот вылет с трассы и Баранка во втором заезде позволили Йоргу Мюллеру лидировать с значительным преимуществом. У Мюллера 15 очков в турнирной таблице чемпионата. У Габриэля Торквини, который занимает четвертую позицию 10. Ну и, в общем, я не удивлюсь, если, по крайней мере, после первого заезда Йорг Мюллер еще сохранит свои лидирующие позиции в европейском первенстве. Но нас ждет еще вторая гонка. Сейчас совершается заключительный круг первый, а там для восьмерки лучших по итогам первого заезда будет применен так называемый реверсивный старт. На решетке пилот, занявший восьмую позицию, будет стартовать с пола, седьмой со второй позиции и так далее. Ну вот это открывает, конечно, прежде всего перспективы для того, кто сейчас идет по трассе восьмым. И наоборот. Габриэля Торквини, конечно же, будет, в общем-то, сложновато пробиться вперед. Но мы видели всякие ситуации в кузовном кольце. И хотя автомобиль Альфа Ромео обычно уступает, самый момент старта первой секунды классическим BMW все еще может случиться. Итак, Торквини, Джованарди, Фарфус, Приоль, Мюллер, Мюллер, Гарси и Тавана. Вот мы видим, что Тавана и Гарси будут стартовать из первого ряда. Два Мюллера со второго, Фарфус и Приоль с третьего. И с четвертого, соответственно, Торквини и Джованарди. Итак, протокол первого заеза второго этапа. Торквини, Джованарди, Фарфус, Приоль, Мюллер, Йорк Мюллер, Гарси и Сильвия Тавана. Вот первая восьмерка, которая получила зачетные очки. И стартовать они, соответственно, будут в обратной последовательности. Ну, точнее, выстроятся на стартовой решетке. Обратим внимание, что Зонарди занял девятое место. Ну, а Ян Магнусен, который управлял автомобилем Peugeot 307, в общем, тоже не был на последних ролях. Но эта машина еще требует своих дополнительных усовершенствий. Итак, вопреки моим предположениям, все-таки переиграл Мюллера на 2 очка Торквини, 17 очков у Приоля. Далее в турнирной таблице Мюллер, Джованарди, Коронель, Диффернбахер и Фарфус. Мы вновь возвращаемся в Испанию, на трассу Валенсия. И четвертый заезд на автомобилях класса Турин. Европейский чемпионат по кузовному кольцу. Мы видим, какие перестановки в командах. 44-й номер. Это Сальватор Тавана, который выступает и будет стартовать с первого ряда на решетке. КОНЕЦ КОНЕЦ Как вы считаете, сейчас вы на более высокой позиции обращаетесь к Мюллеру. Он с третьим местом стартует. Но да, действительно, мне было важно продержаться вот эту гонку. Сейчас я стартую с третьей позиции. Ну и сейчас очень важно будет пройти первый поворот удачно, без всяких инцидентов. Как вы считаете, почему вот этот заезд будет важнее даже, чем предыдущий? Ну, действительно, мне пришлось стартовать в довольно сложных условиях, имея дополнительный балласт на автомобиле. Но сейчас, по крайней мере, в отличие от результатов квалификации, есть возможность стартовать в более высокой позиции. Ну, а рядом с Йоргом будет стартовать Дирк Мюллер. Вы сейчас на четвертой позиции, во втором ряду. Как вы думаете, полегче будет для вас сейчас стартовать? Ну, конечно, мы постараемся показать как можно лучшее время. В квалификации мы не смогли выступить хорошо. Ну, я напомню, что у Мюллера только седьмая позиция. Но, тем не менее, в гонке я тоже не делал каких-либо ошибок. В общем, набрал очки, сделал все, что мог. Посмотрим, что будет во втором заезде. Энди Приоль. Энди Приоль, вот как раз он-то немножечко потерял. Напомню, что он был пятым в квалификации. Простите, четвертым в квалификации. Стартовал с четвертой позиции. А благодаря тому, что был четвертым на финише гонки, он теперь будет стартовать с пятого места. Ну, и, разумеется, Августа Фарфос. Он будет стартовать с шестого места на решетке. Он показал, напомню, в гонке третий результат. Но еще, так сказать, в более худшем положении его коллеги. Это Фабриццо Джованарди. Он будет стартовать с четвертого на седьмой позиции. А победитель первой гонки, действующий чемпион Европы Габриэля Тарквини. И вообще с восьмого места. Но посмотрим, насколько хорошо пилоты ПМВ смогут использовать то преимущество, которое дают им вот эти правила, так называемые, реверсивные, как говорят иностранцы стартовой решетки. Итак, три автомобиля Альфа. Такая мощная группа. Одиннадцатый номер ангренчанин Энди Приоль. В прошлом году он получил главный приз как лучший пилот частной команды. Ну, и затем мы видим и остальных участников гонки. Еще раз напомню, что Тавана будет стартовать, Сальваторе Тавана, 44 номер, с пола. Вот вы видите его Альфу. Одной из частных команд, которая называется Орегон. Итальянец Тавана будет стартовать с пола. Ну, вот только в таких ситуациях удается Сальвадоре, честно говоря, стартовать с каких-то высоких позиций, благодаря тому, что он занимает седьмые и восьмые места в заездах. Вот так, чтобы в квалификации обеспечить себе старт с пола, такого еще не было в истории выступлений Сальваторе. Напомню, что Йорк Мюллер имеет на своем автомобиле 40 килограммов дополнительного балласта, 35 у Дирка Мюллера, 25 килограммов у Энди Приоля. Итак, начинается прогревочный круг в преддверии старта четвертого заезда на европейском кузовном кольце. Ну, я думаю, что многие уже знакомы с пилотами Альфа. И в прошлом сезоне много мы уделяли внимания карьере спортивной Габриэля Тарквини, Фабрицо Джованарди. Не будем забывать, что в составе участников и итальянский пилот Алекс Занарди, который два года тому назад потерял обе ноги после страшной аварии, которая произошла с ним в Германии в гунках чемпионата карт. Ну, вот, к счастью, Алекс Занарди переломил эту ситуацию. В позапрошлом году еще он даже принимал участие в состязании, не просто в состязании, даже в одном из этапов мирового первенства на автомобиле карт, чемпионате мира по картингу. Автомобиль был снаджен таким ручным управлением. Ну, а на европейском чемпионате Александр Занарди появился в прошлом сезоне на заключительном этапе, который проходил в Монце. Тавана и Гарси, еще раз напоминают нам, будут стартовать из первого ряда. Йорк и Дирк Мюллер второй ряд на решетке. Третий ряд Тенди Приоль и Августа Фарфус, BMW 320 и Альфа Ромео. Следом за ними в четвертом ряду Фабрицу Джованарди и Габриэля Тарквини. Две заводские Альфы из команды Моники Сипс. Пятый ряд Занарди и Том Коронель, BMW 320, шестой ряд Магнусен Бальцан, автомобиль Peugeot 307 и Honda Civic TPR, Ленки, Дасты, седьмой ряд, Ford Focus, BMW 320 и Harrison и Rokkanen, автомобили Honda Civic TPR, это восьмой ряд на решетке, Розен, Блаты, Звард, BMW 320 и. И десятый ряд, Горонер и Харди Жене, который в начале нашего репортажа знакомил нас с гоночной трассой в Испании. Лука Рангони и Рикард Риддал, пилоты Альфа и Таледа. Но напомню, что Лука Рангони, итальянский пилот, который в прошлом году уже в очередной раз выигрывал состязание на автомобилях Renault Clio с очень высокого уровня подготовки, с шестицилиндровым мотором Renault, мощность которого около 300 лошадиных сил. Но поскольку эти автомобили сошли со сцены, все-таки Лука Рангони получил возможность стартовать в одной из команд, в частности в команде Оренгон, на Альфа Ромео, в европейском первенстве по кузовному кальцу. Вот и девятый номер, Сеат Харди Жене. Мы только что увидели. Но, к сожалению, попал в аварию он во время первой гонки. И теперь будет стартовать далеко не с лучших позиций. Итак, четвертый заезд европейского чемпионата по кузовному кольцу. И сейчас мы видим, что случилось то, что должно было случиться. Разумеется, автомобиль BMW классической компоновки опережает Альфу, на которой стартовал Сальваторо Тавана. Ну, а как пилоты заводской команды Альфа? Ну, среди них впереди, естественно, Августов Фарфус. По-моему, Коронель совершает ошибку, улетает в полосу безопасности. Мы видим, что идет где-то в середине Пелетона и Алекс Занарди. А сейчас репортаж ведется из автомобиля англичанина Энди Приоля. В прошлом году он дебютировал в европейском кузовном чемпионате. Пришел он из другого, довольно жесткого чемпионата, очень сильного, где высокий уровень конкуренции. Я имею в виду британские ПТСС. И уже в первый год, год дебюта, завоевал бронзовую награду и главный приз, как лучший пилот частной команды. Ну, а мы видим, что BMW начинает уходить вперед от своих преследователей. 43-й номер. Под ним выступает команда BMW Team Deutschland, Дирк Мюллер. Ну, а где же Йорк Мюллер, лидер европейского первенства? Энди Приоль идет за одним из автомобилей заводской Альфы, за машиной Фабрицо Джованарди. Впереди Джованарди 44-й номер Сальватора Тавана. Но я думаю, что Тавана должен пропустить сейчас вперед пилота заводской Альфы. Никто, конечно, не хочет ввязываться в какие-то конфликтные отношения. Да, ну, вот видите, мои прогнозы сбываются, и Тавана, увидев за собой ярко-красный нос автомобиля Фабрицо Джованарди, пропускает его, но не хочется портить отношения с Моникой Сипс, выступая на автомобиле в той же марке, ну, сами понимаете. И поэтому Тавана пошел на то, чтобы сместиться вправо и пропустил, вот посмотрите этот момент, и пропустил еще вперед не только Джованарди, но и 11-го номера Энди Приоля. И вот мы видим 11-й номер Энди Приоль Гаприэля Тарквини, который потихонечку подбирается к Гарсии, Йоргу Мюллеру, Дирку Мюллеру. Джованарди уже вообще вышел на четвертую позицию Тарквини. Сейчас на шестом месте, далее Тавана, и Алекс Занарди замыкает первую восьмерку. Глазами Дирка Мюллера мы видим четвертый заезд европейского кузовного первенства. Сейчас, конечно, досадная ситуация для Йорга Мюллера. Лидер идет на второй позиции, но не хватает прытья у его БМВ для того, чтобы вырваться в лидеры, потому что еще раз отметим 40 килограммов дополнительного балласта на его автомобиле. И уж конечно тут ничего не попишешь. Очень сложно совершать обгонный маневр. И так, и так пытается атаковать он пятого номера Антонио Гарси из Испании. Пока ничего не получается. Но вот выход напрямую естественно более легкий автомобиль Антонио Гарси напрямую разгоняется чуть быстрее. Дирк Мюллер. Ну, у Дирка Мюллера тоже дополнительный балласт всего на 5 килограммов меньше 35 килограмм на БМВ под 43 этим номером. И вот сейчас мы видим, что Альфа под вторым номером это машина Фабрицио Джованарди выходит сейчас на атакующие позиции на 4 место. И вот похоже первой жертвой может пасть сейчас Дирк Мюллер. Да, напрямой Альфа явно быстрее. И мы сейчас видим готовить свою атаку и Габриэля Тарквини. Да, проходит Дирка Мюллера из машины которого ведется репортаж обе Альфы. И сейчас они принимаются за Йорга Мюллера. Напомню, что после прошедших заездов Йорг Мюллер утратил свое лидерство, но ненамного он отстает от нового лидера Тарквини всего на 2 очка. Энди Приоль занимает третью позицию Фабрицу Джованарди четвертую. 20 очков у Тарквини 18 у Йорга Мюллера 17 у Энди Приоля 16 у Фабрицу Джованарди 5 у Дирка в заводском зачете команда БМВ опережая Альфу на 2 очка. Но все может измениться уже на финише вот этого заезда. По-прежнему сохраняет сейчас за собой второе место Йорг Мюллер. Но ему похоже мешается Антонио Гарси. Не может он одновременно решать две задачи пытаться обгонять Антонио Гарси и с другой стороны обороняться от назойливого преследования Фабрица Джованарди. Надо выбирать что-то одно. Похоже что пока удается Мюллеру лишь защищаться. Но вот разные траектории пробует занимать его преследователь. Еще раз отметим что Джованарди лишен какого-либо дополнительного балласта. Ну плюс выступает он на переднеприводном автомобиле который позволяет совершать более вольно некоторые маневры и тем не менее не отпустить автомобиль в неконтролируемое вращение так как это бывает иногда с БМВ и вот мы видим что сразу две Альфы проходят таки Мюллера перед левым поворотом видите занимают они внутреннюю траекторию но достаточно корректно кстати говоря и в прошлом году выступал Йорк Мюллер чего не сказать о пилотах Альфа Ромео к сожалению ну вот посмотрите как принялись оба Альфовца за Антонио Корсия я думаю вопрос времени сейчас это Арквини опередит Антонио недолго он лидировал ну гораздо легче это сделал пилотом Альфа Ромео конечно же и так Джованарди впереди Габриэля Тарквини занимает вторую позицию ну вообще говоря Габриэля Тарквини не очень опасается по крайней мере на данный момент своего именитого соперника даже если он придет на финиш этого заезда вторым сохранит лидерство в соревнованиях ну и как вы сами понимаете одно дело если начинает вытворять всякие чудеса такой пилот как Роберто Кольчьяга который вчера например в прошлом году простите получал просто задание от Моники Сипца для того чтобы тормозить Мюллер ну и другое дело если оба именитых пилота Альфы столкнутся и как это было на предыдущем этапе возьмут да и вылетят с трассы ну видели как два Мюллера выбили буквально Антонио Гарсия из колеи Йорк Мюллер сейчас идет впереди третьего номера Августа Фарфуса который минутой назад совершил настоящий прорыв обогнал сразу три машины в том числе сорок второй номер это Дирка Мюллер и сейчас похоже третья Альфа выходит на третью позицию все повторяется как и в сюжете первого заезда напомню что первую гонку выиграл Габриэля Тарквини Фабрицо Джованарди пришел на финиш вторым Августа Фарфус третьим ну вот сейчас по-моему решается вопрос кто из пилотов Альфы одержит победу во втором заезде здесь Валентия Энди Приоль тоже попал в небольшую заварушку в тот момент когда обгонял всю эту троицу ПМВ Фасфорд навел конечно проразили шороху большого но тем не менее несмотря на такое жесткое поведение на трассе тем не менее вот мы видим как пробирается вперед и обходит своего соперника красиво чисто Августа Фарфус Юрга впереди ну и конечно же тут получилось как бы соседство двух медведей в одной берлоге если иметь ввиду команду Альфа Ромео но дело в том что в минувшем сезоне например каких-то психологических проблем в конюшне Мунике Сипс не возникало ну отчасти вы знаете случилось это потому что Фабрицу Джованарди выступал один год в одной из команд на автомобиле БМВ а у Никола Лорини экс-пилота Формулы 1 который еще выступал защищал тогда цвета команды заводской Альфы и явно с самого начала дело не заладилось и уже ближе к завершению чемпионата и это не скрывало Моника Сипс даже от прессы но стоялся у него разговор с Николой Лорини поскольку уже слишком мала была только математическая оставалась вероятность что он выиграет чемпионат и вот обратилась она почти с открытой просьбой к Николу Лорини чтобы он не дай бог не мешал Габриэля Торквини а в общем поработал на команду помог но он конечно как мог помог но контракт с ним уже на этот сезон как вы знаете не подписали точно так же лишился контракта и Роберто Кольчьяга не слишком чистую работу поручала ему в прошлом году выполнять Моника Сипс но вы знаете таких людей в общем не очень-то любят по необходимости их используют а вообще говоря особо уважения не питают я имею ввиду то как расправился в прошлом году например с тем же Дирком Мюллером Роберто Кольчьягуш очень хотелось ему понравиться по-моему Монике Сипс чтобы получить контракт в Альфе и на следующий сезон но отличился кстати говоря на последнем этапе который в прошлом году проводился в Монце этапом Монце открылся нынешний сезон отличился в минувшем сезоне Торквини который так отправил как бильярдный шар автомобиль под 11 номером Энди Приоли в прямом варианте и так точно отправил его что убрался сам Энди Приоли еще убрал и у основного соперника Йорга Мюллера это конечно очень большое мастерство но это вы знаете честно говоря не по правилам судейство было на мой взгляд безобразным вымали судьи позволили продолжить Торквини борьбу не выбросили черный флаг не наказали его никаким штрафом хотя бы 10 секундам я уже не говорю о 10 минутах которые припаяли Августа Фарфусу причем что характерно не вечером в Монце по окончании первого этапа а после длительных каких-то кулуарных обсуждений Международной Федерации ну решили рановато наверное этому парню нельзя обижать Джованарди и Торквини и к всеобщей радости вот тех кто за кулисами управляет всем этим делом Августа Фарфус сейчас вынужден начинать все сначала ведь был лидером чемпионата если я сказал о судействе некие кулкие вещи которые происходили в Монце в прошлом году то вы знаете косвенным подтвердением того что это не мое субъективное мнение является то и вероятно многие этого не знают что команда BMW Deutschland за которую выступает Йорк и Дирк Мюллеры подавала официальный протест на результаты заключительной гонки в Монце где во многом благодаря достаточно хамским и развязанным действием Роберто Кольчьяго который как бы смычливого поощрения судей продолжал там орудовать на протяжении целой гонки хотя надо было его снимать сразу же после того как он отправил в забор Дирка Мюллера так вот вы знаете что в подтверждении моих слов могу сказать что протест этот был удовлетворен частично никто не решился из чиновников международной федерации перелопатить так сказать протоколы в Монце но это действительно было поздно уже наградили Габриэля Торквини но тем не менее штраф по-моему в 25 тысяч марок вынужден был платить Торквини команда Альфа Ромео но согласитесь это вообще говорят тоже не то чтобы полумер но так больше напоминает какой-то циничный откуп но сам факт того что обязали заплатить этот штраф говорит о том что я здесь занимаюсь не просто голословными утверждениями и так восьмой номер сходит с дистанции это Рикард Райдл из Швеции выступавший до этого на Вольво С40 но сейчас к сожалению ни одного автомобиля такой марки мы не видим на европейском кузовном кольце а зря набирает обороты эти соревнования и так Джованарди Торквини Фарфус Мюллер Приоль Йорк Мюллер Тавана и Антония Гарсия занимает восьмерку сильнейших и так мы вновь возвращаемся в Испанию на гоночную трассу Валенсия Тон второго заезда полностью задает Фабрицо Джованарди ну что ж начинаем мы узнавать шестикратного победителя состязаний в прошлом совершил он конечно экскурсию в команду BMW выступал на автомобиле классической компоновки но и конечно же я думаю не слишком удобно было признать свою ошибку Джованарди но тем не менее конечно же он воспользовался возможностей вернуться хотя и побитым как говорится свою альма-матер заводскую команду Альфа Ромео лидирует три Альфа но вот кто же главный преследователь Августа Фарфуса Августа у которого аннулировали результат избавился хотя бы от одной для себя неприятной вещи ему не прикрепляли никакого дополнительного балласта разумеется к его Альфа Ромео и вот на удивление медлителен бразилец почему я так говорю да потому что именно Августа Фарфус второй этап подряд выигрывает пол позишн он опередил Габриэля Торквини на 0,87 секунды и на 935 тысяч на Фабрицо Джованарди мы видим как четвертый номер под которым выступает Александра Занарди атакует соперника и Занарди конечно же стремится к тому чтобы заработать свои первые очки под 20 номером выступает Том Коронел из Нидерландов уже много лет он стартует на БМВ вот давайте посмотрим как Алекс Занарди атакует поребрики и пропускает такие Тома Коронеля ну что ж очень интересная баталия отдадим должное руководству команды БМВ Италия Испания которая предоставила не только возможность выступать на автомобиле БМВ итальянцу Алексу Занарди но целая программа была выполнена по разработке фактически ручного управления для этого автомобиля ну например привод газа располагается за ободом рулевого колеса как бы параллельно вот с такой небольшой проволочный диск и пятый номер Антонио Гарсия разворачивается поперек трассы кстати говоря Занарди выступает в одной команде команде БМВ Италия Испания с Антонио Гарсией это 46 номер Лука Рангони я рассказывал о том что итальянец несколько раз выиграл гонки на автомобилях Рено Клио но теперь на смену этой гоночной серии где спорят на автомобилях одной марки пришла другая серия Альфа 147 вот такой автомобиль был выбран для состязаний которые также входят в программу суперрейсинг уикенда по своей инициативе сейчас ошибся Антонио Гарсия как-то слишком круто резко он взял вправо атаку и поребрик и вероятно это дестабилизировал этот прыжок автомобиль испанского гонщика но к счастью все обошлось благополучно вот посмотрите как привязался капуста фарфусу 43 номер это Дирка Мюллер вот даже не верится сейчас что на автомобиле Дирка Мюллера имеется 35 килограммов дополнительного балласта такое ощущение что в большей степени как-то выбил из колеи вот этот дополнительный балласт второго пилота БМВ Толчин Йорга Мюллера ну а Дирк вы видите еще готов поспорить сразиться за место на пьедестала почета пусть даже третья ну конечно я думаю после той клоунады которую устроили Фабрицу Джованарди и Габриэля Торквини ну зачинщиком то аварии был Габриэль Торквини мы видели когда он буквально ударил в бок автомобиля своего товарища по команде и оба они вылетели в самом начале гонки второй гонки в Монсес трассы мы получили оба по баранке я думаю что разбор полетов в команде Альфа Ромео состоялся и не только под руководством Моники Сипц но и его ее супруга Маура Сипца который так сказать является руководителем как бы более высокого ранга и вообще отвечает в целом за программу подготовки заводской команды Альфа Ромео к состязаниям по европейскому кольцу я собственно к чему затронул эту тему да к тому что чего ожидать нам от ситуации которая складывается сейчас во втором заезде где впереди далеко впереди остальных Джованарди и Габриэля Тарквини никак не может замахнуть с хвоста своего преследователя Августа Фарфус тоже вот удивительная ситуация ведь он обладатель пола а если вспомнить как выступал Дирк Мюллер то конечно разница очень велика Дирк Мюллер на 1,7 секунды проехал круг медленнее квалификации нежели Августа Фарфус а вот глядя на эту картинку и не скажешь такого на несколько секунд впереди уже Габриэля Тарквини и Фабрицо Джованарди практически самые именитые пилоты современного европейского кузовного кольца ну разумеется после ухода Никола Лорини с которым не продолжили контракт в команде Альфа вообще Никола Лорини как-то не очень удачно сложилось очень талантливый спортсмен и долгое время он соперничал как бы внутри команды с Фабрицо Джованарди ну и постоянно уступал своему земляку но был вторым постоянно завоевал серебряные награды вот если вспомнить сюжет состязания трех лет недавности то Габриэля Тарквини тогда совершил экскурсию выступал как я уже говорил в британском чемпионате БТСС но вернулся на арену европейского первенства на автомобиле Хонда Аккорд который был подготовлен британской компанией Продрайв и вы знаете навел настоящий переполох Габриэля Тарквини тогда он стал выигрывать гонки одну за другой и в общем даже стал теснить пилотов заводской команды Альфа Ромео Никола Лорини и Фабрицо Джованарди ну вот вдвоем они справились таки с Габриэлем Тарквини и тогда в очередной раз проиграл чемпионат Никола Лорини казалось бы с уходом Фабрицо Джованарди именно Никола Лорини станет номером один но словно на беду для Никола в позапрошлом году Моника Сипца приглашала на заключительных этапах чемпионата Габриэля Тарквини в качестве такого своеобразного волонтера чтобы он помог выиграть Альфе на позиции которой стали уже серьезно наступать пилоты команды БМВ прежде всего БМВ Дойчленд но это небезызвестный нам прежде всего Йорк Мюллер и тогда Габриэля Тарквини с честью выполнен эту задачу отобрал очки у команды БМВ немножечко попридержал соперников правда действовал он тогда достаточно ну и вероятно это так понравилось выступление Моники Сипт что она предложила ему контракт на сезон нынешнего точнее прошлого года тогда-то Тарквини и вновь стал победителем в состязаниях по кузовному кольцу ну мы видели как финишировали гонщики команды Альфа Ромео мы видим впереди Габриэля Тарквини Фабрицо Джованарди выступает на Альфе под вторым номером третье место у Августа Фарфуса который поздравляет своих коллег по команде Альфа Дирк Мюллер закончил гонку на четвертой позиции вот его глазами мы сейчас видим финиш но почти победный для Дирка поскольку он в общем занимает неплохую позицию в турнирной таблице и похоже что опередит Энди Приоли и Йорга Мюллера которые до финиша этой гонки были еще впереди а Дирк Мюллер занимал лишь пятую позицию итак Джаванарди Торквини Фарфус Дирк Мюллер Йорг Мюллер Энди Приоль Сильват Авана и Лука Рангони вот протокол второй гонки Коронель Занарди Жене Дасте Бальцан Кленке Гарсия Харрисон еще одна восьмерка вот радно что появилось много новых марок да и собственно говоря география если говорить об участниках чемпионата расширяется ну уж характерный пример это молодой пилот из Бразилии победитель прошлогодней престижной серии Евро на автомобилях Формулы 3000 вот Августа Фарфус несмотря на то что конечно же здорово у него испортилось настроение после ну фактической дисквалификации по итогам технического контроля который проводился на этапе в Монце уже после финиша тем не менее Торквини Джованарди Йоркмюллер Диркмюллер Энди Приоль Фарфус вырывается на шестую позицию и это после того как он потерял все и пришлось Августа Фарфусу начинать буквально с чистого лица здесь в Валенсии по ходу второго супер рейсинг уикенда ну а нас сегодня ждут еще интересные трансляции в частности в 22 часа по Москве мы увидим как прошел очередной этап чемпионата ФИА GT ну а кроме всего прочего в середине недели пройдет и наш традиционный журнал который называется супер рейсинг уикенд ну а на этом у нас все до следующего включения в эфир до свидания